Рассыпчатый нежный рис, обилие сухофруктов и хрустящая корочка. Это роскошное блюдо является одним из самых древних на земле. Им принято угощать самых дорогих и уважаемых гостей. Без него не обходится ни один праздник. Его величество – шахплов. Этот плов удивителен тем, что рис готовится отдельно, он отваривается 5-7 минут, а сухофрукты с мясом томятся отдельно. Поэтому это уникальный плов. Он не похож ни на какие-то азиатские, ни на какие-либо другие народности. Это только рыбаченский. Он считается сладкий царский плов. Лук нарезается полукольцами. Предварительно он вымачивается в холодной воде. Это поможет смягчить вкус и избавиться от горечи. Чем больше лука, тем блюдо вкуснее. Чтобы слез-то не было. Глубоко дышим, дышим глубоко. Для блюда отлично подходит мякоть телятины. Мясо нарезается кубиками и отваривается. Наш национальный плов шахплов, он готовится только на топленом сливочном масле. Ни в коем случае не добавляется никакое-либо растительное масло. Поэтому сейчас мы его будем растапливать и будем обжаривать лук. Лук обжаривается до золотистого цвета. Теперь мы его перекладываем. И здесь будем дальше жарить мясо с сухофруктами. А потом только их соединим. Еще одна особенность азербайджанского плова – отсутствие моркови. Вместо нее чернослив и курага. Промытую, обязательно промытую. Это курага мелкая, как монетки, поэтому ее нарезать тоже не надо. Если крупная, ее можно разрезать на две части или на четыре части. Перемешиваем. Не забываем про изюм. Он подарит блюду пикантный сладковатый вкус. Конечно, особенность этого плова – добавка еще каштана. Но так как у нас пока еще каштан не созрел, то мы его заменим грецким орехом. Мясо, сухофрукты и лук смешиваются. Нужно им дать немного потомиться. А пока подготавливаем рис. Крупа предварительно промывается. Мы используем только длиннозерный рис. И желательно сорт басмати, потому что он вкусный. А вообще у нас есть в Азербайджане свой рис длиннозерный. Он очень вкусный. Мы иногда привозим или привозят наши родные и близкие. Куркума подарит рису золотистый оттенок. Крупа запускается в кипящую подсоленную воду и варится 5-7 минут. Затем откладывается на дуршлаг и промывается. Казанок для шахплова смазывается топленым маслом, как и листы лаваша. Они аккуратно выкладываются на дно формы. Сверху насыпается слой риса и поливается маслом. Затем еще один. И так нужно заполнить емкость до краев. Сверху делается небольшое углубление для начинки. Докладывается рис. Все добро поливается маслом и накрывается листом лаваша. Блюдо отправляется в духовку на час. Выпекается при температуре 180 градусов. Плов готов. Для подачи аккуратно переворачивается блюдо и нарезается. Если хрустящая корочка получилась, значит угощение удалось. Наш шахплов готов. Всем приятного аппетита. Ждем вас в гости. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова, Константин Головин.